И в продолжении темы. На оперативном совещании у главы Ленинского городского округа, помимо темы тонкого льда и половодия, актуально звучала еще одна – пожары. У нас в гостях сегодня начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Расскажите, пожалуйста, уже есть какая-то статистика о начале года по пожарам? Да. По состоянию на 14 марта 2023 года на территории Ленинского городского округа произошло 60 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 64 пожара. Уменьшение у нас получается в этом году на 6,3%. На пожарах погибло в этом году 2 человека. В прошлом году, за аналогичный период прошлого года, погибло также 2 человека. Травмированных в этом году на пожарах людей, слава богу, нет. В прошлом году на данный период времени было травмировано 6 человек. Итак, у нас 1 января произошла гибель мужчины в деревне Григорчикова. 68 года рождения мужчина. В частном жилом доме пожар произошел. Дом сгорел по всей площади. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Вторая гибель у нас произошла 23 февраля в селе Булатниково в хозяйственной постройке. Мужчина, не установленная личность, также погиб при пожаре. Причиной которой послужило также неосторожное обращение с огнем при курении. Ну и на территории округа за 2, можно сказать, с половиной месяца произошло несколько таких крупных пожарах. Это 11 января в деревне Опаренки в складском комплексе сгорел склад 1000 квадратных метров. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. Также 22 февраля в деревне Жапкино и Сент-Эн-Иктар сгорел частный жилой дом полностью на площади 180 квадратных метров. Также причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. И многие слышали, уже 5 марта была каменная шоссе, дом 13, город Видное. Это Московский куксово-газовый завод. Произошел пожар в цехе улавливания бензольной колонны на площади 200 квадратных метров. Причиной пожара сейчас занимается устанавливать исследовательскую пожарную лабораторию Московской области. Сергей Владимирович, впереди весенне-летний период, это пожароопасный. Что предпринимается, какие будут профилактические мероприятия, на что основные усилия? Да. Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду у нас начата заблаговременно. В феврале разработана у нас совместно с администрацией определен перечень населенных пунктов и садовых товариществ, граничащих с лесными массивами. Это те населенные пункты и садовые товарищества, где есть угроза перехода огня с лесного массива на жилые дома граждан. В этом месяце будет проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации обеспечения пожарной безопасности Ленинского городского округа, на котором будет проработан данный вопрос и также поставлены задачи должностным лицам на обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Нам самое главное не допустить лесных пожаров. Ну и в случае, если такие пожары возникнут, это, конечно же, не допустить перехода лесного пожара на жилые строения граждан. Это основная задача. Да, и что необходимо, какие меры принять, чтобы обеспечить безопасность? Знаете, самая основная мера, которую необходимо принять, это не допустить, не допускать пала сухой травы. Разведение костров в строгом соответствии с требованием правил противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Я напомню, что в 2015 году в Хакасии были крупные пожары, лесные большие пожары, больших площадей, на которых погибло 30 человек, более 2000 строений было уничтожено при этих пожарах. Ну и у нас человеческий фактор, который никогда нельзя исключать, увы, имеет место быть. В прошлом году на территории Ленинского городского округа было зафиксировано 17 палов сухой травянистой растительности. 17 граждан привлечены за данное нарушение к административной ответственности. В этом году также будет данная работа продолжена. Также совместно с органами местного самоуправления, с полицией в обязательном порядке, они нам полностью помогают всегда, с добровольцами, с волонтерами, мы проводим рейды населенных пунктов, граничных с лесными массивами, проводим рейды лесных массивов, где граждане у нас любят отдыхать, особенно в майские праздники, ну и до майских праздников, в зависимости от погоды, где разъясняем правила и требования пожарной безопасности. Лесники к этой работе также привлекаются, они больше разъясняют требования пожарной безопасности в лесах, запретят разведение костров. Ну, значит, я думаю, что ежегодно на территории Московской области в апреле-май губернаторам принимается решение, постановление о введении особого противопожарного режима на территории Московской области. Я думаю, этот год не будет исключением, в зависимости от погоды. Если погода будет рано сухая, становится сухая погода, то жаркая, соответственно, сухая, то, значит, будет раньше введен особый противопожарный режим. Но к 1 мая он, как правило, уже вводится. Соответственно, если на территории области будет введен особый противопожарный режим, то и в Ленинском городском округе также будет введен особый противопожарный режим. В этой связи хочу обратиться к владельцам земельных участков, приусадебных участках, владельцам земель сельскохозяйственного назначения, о необходимости исполнения пункта 67 и 186 правил противопожарного режима Российской Федерации, где говорится о своевременной уборке мусора, сухой травянистой растительности на участках, которые были перечислены. Также проведена работа осенью уже у нас опахано администрацией Ленинского городского округа. Опахано 59 километров границ земель, граничащих с лесными массивами населенных пунктов. И в весенний период сейчас у нас планируется опахать еще 48 километров. Это будет достаточно, чтобы создать ту необходимую минерализованную полосу, чтобы не допустить перехода огня, как я уже сказал ранее, из леса на строение населенных пунктов, на строение жилых и дома граждан. Сергей Владимирович, еще такой важный вопрос, как уберечь детей и что необходимо родителям рассказывать? Ну, знаете, Наталья, работа с детьми, конечно же, у нас также ведется постоянно, и, как говорят, заблаговременно и планомерно. Мы в период именно школы, сейчас, когда дети в школе, ведем постоянно ежедневную работу с детьми. Это нам полностью помогает в этом управлении образования Ленинского городского округа. И проводим разъяснительную работу и беседы. Ежеквартально, вот у нас на 21 марта запланирована по поручению губернатора Московской области, ежеквартальная тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Она будет проведена во всех образовательных учреждениях округа, как в школах, так и в детских садах. Поэтому ведем эту работу постоянно. Также проводятся межведомственные рейды совместно с полицией, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводим рейды по многодетным, малоимущим семьям. В округе ведется постоянная работа с 2017 года по оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями многодетных, малоимущих семей. На сегодняшний момент, с 2017 года по 2022 год, установлено 7055 извещателей в 1552 семьях. В этом году запланировано установить 230 АДПИ в 50 многодетных, малоимущих семьях. Поэтому всем гражданам мы советуем, кто имеет частные жилые дома, в квартирах также он не помешает, это простой автономный дымовой пожарный извещатель, который спас уже не одну человеческую жизнь. Это очень важно на самом деле, который он обнаруживает на ранней стадии, в стадии задымления, малейшего даже, обнаруживает и особенно в ночное время может разбудить любого, даже крепко спящего. Коротко продемонстрирую. Очень они громкие. Поэтому это вот то, что необходимо. Просим всех, обращаемся. Конечно, это добровольно. Пока что именно каждый гражданин добровольно обезопасить себя вот таким автономным дымовым пожарным извещателем. Ну и основное, что касается детей, постоянная беседа, постоянная профилактика данного вопроса с детьми. Потому что мы все помним тот трагический случай, который произошел в августе прошлого года в деревне Маловидное, где мама оставила одних детей без присмотра, и дети погибли. Три ребенка погибло. Поэтому работу с детьми ведем и будем вести постоянно по профилактике детской гибели на пожарах. Сергей Володимирович, спасибо большое за информацию, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас в гостях был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин.